Итак, на этом месте священного для каждого бойца карате, исповедующих стиль Аяма, стиль Мостатца Аяма, мы находимся на самой высокой точке, не только в физическом измерении, но и в духовном в первую очередь. Это горы близ храма Митсумене, уже по прошествии двух недель, которые мы находимся в Японии, мы приехали специально на мемориал и поклониться, скажем, духу и вот этому самому месту, где формировался стиль Кюксенкай, из которого мы вышли. Равиль Александров удачно защитил свой титул чемпиона мира в правилах Шидокампы, показав хорошую технику, став трехкратным чемпионом мира, добавив еще и технику и выиграв турнир Кота. Значит, ну на такой хорошей ноте мы хотели очень завершить наше вот такое турне вот в этом месте, потому что в прошлом году мы были на могиле Ая Мостатца Аямы в Токио, на кладбище храма Гогу Куджи, а вот на Митсумене мы еще никогда не были. Мы, вот мое поколение и более старшее формировались на видеосюжетах и старых фильмах Учи Дэши, которые вместе с Аямой строили вот эту систему, которая сегодня в мире уже претендует и на, скажем так, очень крупные форумы, на какие-то крупные государственные проекты. Да, то есть это вот Кио Кусин, школа поиска абсолютной истины, вот он, в принципе, дал свое продолжение в таких направлениях контактного карате, как вот, ну самые большие школы там, многие, Сирюкайкан, Шидукан, Асихара и многие-многие еще другие направления, Кудо. Мы находимся именно вот непосредственно, это мемориал, это не захоронение Аямы, это мемориал, но у японской традиции такого нет понятия, что надо обязательно быть возле могилы. Если есть место, куда люди собираются и поклоняются, в том месте это и является таким, ну, энергетическим центром. Вот когда мы приехали, вот здесь видно, что сейчас осень, месяц октябрь, и постоянно меняется погода, и перепады давления, температуры, дождь идет, и уже листочки опадают. Вот если в Токио еще лето, то здесь уже такая серьезная осень. И вот мемориал, вот, здесь покрыт листвой. Поэтому задача, каждого задачи ученика, себя сохранять в чистоте всем. Потому что чистота во всем, как ношение доги, духовная чистота, вот она должна быть. И вот нас этому учат. Находясь, проживая в Хомбу Додзю, мы полностью в чистоте содержали Додзю. Нося каратеги, мы полностью в чистоте содержим каратеги. Тем самым мы идем вот по этому пути очищения. В жаркую погоду еще, когда жара все нагревается, то поливают еще водой, чтобы памятник тоже освежался. И чтобы, ну, как бы, ну, не было какого-то такого напряжения на памятники. То есть люди специально привозят воду и поливают памятники, чтобы памятник вот такой, как у вас, олицетворение всего живого. Вот мы прибрали мемориал. ОС. ОС это слово, которое не используется простыми людьми в жизни. ОСу только говорят бойцы, которые тренируются в школе. И это такой внутренний слоган, который дает ключ к общению. ОСу. ОСу сегодня мы говорим при приветствии, при согласии. Старая-старая интерпретация слова ОСу, когда что-то было больно, тяжело. Сенсей немножко, может быть, поддавал шинай или бакенам, да, то есть, чтобы ты усилил свою работу. Когда ты бежишь в гору, то ты говоришь ОС, ОС, это как бы терплю, собираю. А сегодня ОСу уже перешло в такое общение. ОСу не говорят, во всех стилях каратэ не говорят ОСу. ОСу говорят только в нашем стиле, кюксинкай. В нашем стиле говорят ОСу. И это как бы ключ. Этим самым открываем свое сердце международным. Вот сейчас на турнире, где выступал Равиль Александров, все бойцы друг друга приветствовали ОСу, обнимали друг друга, приветствовали. И сердца их были открыты. Хотя бои были очень жесткие. Сразу могу сказать, вот в этом месте, что Равиль провел три боя на турнире. Три боя и параллельно между боями выступал еще в турнире по кота. В этом году мы решили поднять планку, так как Равиль достаточно квалифицированный. Уже такой, не то что спортсмен, но уже, можно сказать, такой созревший мастер. И Равиль в этом году решил выступить еще и в кота. И в кота Канчо Сээна сказал, что Равиль стал лучше. Равиль выполнил кота идеально, в хорошем ритме, в правильном. И Канчо Сээна сказал, что Равиль одержал победу. В Кумите Равиль подтвердил свой титул чемпиона мира прошлого года. Во всех боях, первый бой выиграв на Япон, нокаутировав японского соперника. И второй бой он провел с бойцом из Костырики. И в конце второго дополнительного времени отправил нокдаун своим коронным ударом Маваша Чудан. И в финале Равиль бился с бойцом из полноконтактной школы. И ударом Маваши Чудан в голову отправил того в нокаут. То есть это вообще уникальный случай, чтобы в легком весе с одного удара, чтобы нокаутировать во всех. То есть это прекрасное такое именно воплощение Равиля пути. И вот сегодня мы себе сделали подарок и приехали именно на Мемориал Мустацио Яма. ОС.